Герой нашего времени – Воскресенье, Бедная Лиза. Эти и многие другие спектакли были представлены жителям и гостям города на сценах Самарских театров в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Русская классика. Страницы. Прозы». Постановки представили шесть театров из разных городов страны. Фестиваль носил конкурсный характер. Фестиваль собрал спектакли именно те, которые должны быть. Поэтому афиши чрезвычайно интересны. Такого фестиваля нигде нет. «Русская проза» мало ставится. Фестиваль только «Русская проза». Этот фестиваль, безусловно, необходим. Это праздник. Праздник театра, праздник любителей театра. У нас в городе их очень много. Неслучайно Самара считается очень театральным городом. И фестиваль, он особенный. Потому что в фестивале есть ограничения. Ограничения, связанные именно с русской классикой. И второе ограничение именно в прозе. Не пьеса, а прозаическое произведение. Но это и дает дополнительный интерес. Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» в этом году приурочен к юбилею писателя Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому в программе были три спектакля по его произведениям. «Две метели» и «Барышня-крестьянка». Впечатление есть. Непросто. Потому что все то, что делают режиссерские постановки, что делают трубы, что привозят нам театры, по сути своей, это интерпретации великих произведений русских классиков. За пять лет в репертуаре театров был и Бунин, и Фадвизин, и Булгаков, и Карамзин, и Пушкин, и Лермонтов. И основной элитмотив каждого из этих произведений, тех постановок, которые видим мы, это служение Отечеству, это милосердие, это справедливость. Завершился фестиваль спектаклем «Господа Головлёвы» по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина постановка Нижегородского академического театра драмы. Я считаю, что это замечательная возможность для жителей Самары увидеть спектакли из других городов, так как не у всех есть возможность и время поехать и посмотреть репертуар других театров. Это был очень удачный поход, и я прям насладилась этими спектаклями. По итогам Всероссийского фестиваля были объявлены победители в восьми номинациях. Им вручили дипломы бронзовых орликинов. Августина Охременко, Николай Епифанов, События.